Всем привет! Перед вами старенький ноутбук Compact LTE 5300 модель. В нем установлен родной жесткий диск на 2 гигабайта. Он достаточно шумный и места, честно говоря, уже не хватает. Те диски, которые у меня есть на 40 гигабайт, на 60 гигабайт этот ноутбук не увидел. На 4, на 8 я пока не нашел что-то тихого. Временное решение это использование такого переходника адаптера. На aliexpress он есть. Называется CF2.5 IDE адаптер. С ним можно использовать вот такой вот Compact Flash память 4 гигабайта. Вставляем в адаптер память. Берем родную коробку из-под диска. Здесь свой проприетарный вход. Аккуратно это вставляем в разъем. Закрываем. Не торопясь, чтобы не повредить разъем до щелчка. Все. У ноутбука есть floppy дисковод. Соответственно, нам понадобится системная дискета, с которой мы загрузимся. Зайдем в F-диск и разобьем нашу цех-карту. И у меня есть PC-DOS на 5 дискетах. Включу именно PC-DOS, потому что я могу в нем гораздо больше памяти освободить, нежели в MS-DOS. Ну и мне так удобней. Включаем ноутбук. Зайдем сейчас в BIOS. Посмотрим, определилась ли наша цех-карта. Да, цех-карта видна. 4 гигабайта. Это у нас Pentium 133, 32 мегабайта оперативной памяти. Вставляем системную дискету и выходим. CF-карта абсолютно чистая. Сейчас ее нужно будет с помощью F-диска разметить наш диск. Создадим раздел C. Естественно FAT16. И раздел D. Тоже FAT16. FAT16. Так, запускаем F-диск. Да, кстати, такой-то момент. На этой серии ноутбуков, на i клавишу нажимаем, печатается пятерка. Для этого, чтобы исправить, нам нужно зажать FIN и NUM-LOCK. Все. Теперь нажимая на i, будет печататься i. Вот такой вот нюанс. F-диск. Итак, включить ли поддержку больших дисков? Нет, нам поддержка FAT32 не нужна. Выбираем нет. Так, создаем основной раздел. 1. 1. 1. 1. Проверка целостности диска. Использовать основной раздел DOS. Все доступно распространство. Да. Все готово, надо перезагрузиться. Итак, мы перезапустились. У нас уже появился раздел C, но он еще не отформатирован. Запускаем снова F-диск. Создаем раздел Disc-D. Выбираем для этого создание дополнительного раздела. Вот он нам предлагает все оставшееся пространство. Почти 2 гигабайта. Да. Все, создан дополнительный раздел DOS. 4 проверяем. Да, видим наши разделы 2. Теперь выходим и форматируем наши диски. И еще раз перезапускаемся. Итак, у нас есть C-D раздел. Пишем команду формат C. . . . . . Да, соглашаемся. . . Так, форматируем мы диск C, диск D. После этого вставляем дискету с DOS. Прибутим ноутбук и инсталируем DOS. Все, разделы отформатированы. Теперь на них можно зайти. Меняем нашу дискету. Вставляем установочную с DOS. И перезагружаемся. Пойдет установка. Хотим ли мы установить? Да. Нажимаем Enter. Снова Enter. Бэкап нам не нужен. Установить в C-DOS. Да, продолжить установку. Все режимы верны? . . . . . . . Так, установщик просит нас установить дискету. Под номером 2. Устанавливаем. Нажимаем Enter. Далее диск 3. . Далее 5. Четвертая дискета нам не понадобилась. . . . . . . . Все, установка завершена. . . Удалите все дискеты. Установщик просит. И Enter для перезагрузки. И сейчас у нас должен загрузиться ДОС. Да, всё чётко. Вот теперь можно спокойно выключить ноутбук. Извлекаем нашу компакт-флешку. И подключаем флешку к основному компьютеру. Закинем сюда софт, драйвера, дистрибутив Windows 95, игры. И вернёмся к ноутбуку. Весь необходимый софт игры всё закачал. Снова всё это собираем. Включаем. Так, я установил браузер, ДОС-навигатор. С темой от Norton Commander синий. Надеюсь, где я закачал софт игры. Сейчас позапускаем. Начнём, конечно же, с Doom. ДОС-навигатор. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Здесь некое фэнтезийное королевство... Нужно защищать от набегов чертей... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Забавная игра... Продолжение следует... Принц... Принц... Продолжение следует... 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 Готово! Карантин. Предшественник игры Кармагеддон. Новый в роли таксиста. Раптор. 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 Продолжение следует... Проблем каких-то возникнуть не должно. Все просто. Все время далее. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Немного непривычно. Ноутбук работает бесшумно. Не хватает сюжета похрустывания жестким диском. Итак, копирование файлов прошло успешно. Времени прошло минут пять. Загружаем компьютер. Сразу стартует Windows 95. Первым делом нужно файл ms-dos-sys внести изменения в options. Написать строку bootmenu равно 1. Это позволит в дальнейшем при запуске компьютера выбирать либо DOS загрузить, либо Windows. А сейчас выходим из DOS навигатора и продолжится загрузка Windows. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Из alimentación Orbis... Через Foundation 5. теперь есть выбор. Можно загрузить в предыдущую версию DOS, либо продолжить загрузку Windows. Ну вот, первый запуск Windows 95. В этой линейке ноутбуков Compact LTE 5000 серии. Сразу из коробки не работает звук. Высветный знак, ошибка. Исправляется очень легко. Нужно просто скопировать два файла от более свежих драйверов в папку Windows System. Вот эти два файла ES1688 DRV и VXD. Копируем их в Windows папку System с заменой. И просто перезапускаем систему. И звук должен появиться. Да, всё чётко. Звук есть. Запустим. Проверим игру. Настроим звук. Всё отлично. Всё отлично. Продолжение следует... 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 Вот, например, вот эту. Отлично. Теперь можно перейти к играм для Windows. Так, для этого нам нужно будет установить Geretix. 6.1 версии пока будет достаточно. Хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Тяжелая эта игра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Проблем с Windows играми тоже нет. Так, если на ноутбуке нету псидерома привода, можно воспользоваться вот таким переходником Субтитры создавал DimaTorzok Также на Алиэкспресс покупается Называется он CF To PCI-MCA адаптер В любом старом ноутбуке Есть этот разъем Берем флешку CF-карту Побольше Закидываем туда образы игр ISO Собственно вставляем это все дело И в компьютер Так Вот она определилась Вот здесь накиданы уже образы С помощью программы DimaTorzok Можно подлинковать образ Вот у нас запустилась игра как будто с Привода фидерома По итогу мы заменили жесткий диск на компакт флеш карту Установили DOS Windows Игры Все проверили Все хорошо Спасибо за просмотр Удачи Теперь С тех пор Продолжение следует...